Вот так вот попиваю чаёк, самый смысл поговорить о конце света. Я тут зашёл в интернет, посмотрел вокруг этой темы. Столько раздули всякие болтовни, вообще демагогии. Конец света. Вот 2012 год же, да? Календарь майя. У меня на это дело свой взгляд сформировался, потому что, думаю, конец света. Все это отождествляет с концом мира, свет как на том краю света. На самом деле здесь более глубинные подоплёка. Конец света именно как свет. Свет как ретромагнитная волна со своими определёнными частотами и со всем спектром. И дальше возникает такой интересный вопрос. Смотрите. На уровне ДНК мы все излучаем биофотоны. Биофотоны ровно так же распадаются на определённый спектр. Ну, все это знают. Каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Что точно так же совпадает с чакрами. Что точно так же совпадает с чем хотите. И смысл ровно в этом, что человечество, оно постепенно, ну, верхний-то понятно, уже там, духовный уровень там закрыли, да? Уровень там осознанности закрыт. Уровень там социальный, уровень там самости. Почти всё позакрыто. Остаётся базовый уровень. Уровень жизни. И то, у которого всех как-то так. Сексуальный уровень, о чём все манипулируют. Ну, а остальные как-то так, чуть-чуть, чтобы социальный матриц вкачивать. Ну, вот. Поэтому конец света, в моём понимании, да, он наступает не для всех, не для мира, не для чего. Нет, он наступает для конкретного человека, когда он перестаёт резонировать с Вселенной, которое находится ровно в таком же, вот в этом спектральном разложении света. Это электромагнитные колебания, те частоты, с которыми мы вступаем в определённую связь, с которыми мы вступаем в когеренцию. Если мы когеренты с миром, если мы прокачиваем в себе все вот эти уровни, то на глубоком, на тонком плане, как хотите, да, называйте, мы, в принципе, находимся уже в общем единении с Вселенной. А конец света наступает ровно тогда, когда у людей перестаёт работать этот резонанс. Света нету, потому что свет, на самом деле, это и есть тот самый Бог, о котором так много говорят, там, Высший Разум и всё остальное. Через него это информационное поле, это там, ну, вот все слова, которые только нужно собрать, это именно есть свет. И свет, как к нам приходит, так же мы его излучаем. И мы находимся постоянно вот в этом, в резонансе, в когерентном состоянии. Многие вышли просто в состоянии именно уже декогерентное, закоксованное. И они там балансируют, там, на 2-3 лучиках, всего-навсего. Для них света уже нет. Вот те самые утешающиеся, всё, для них уже конец света наступил. Это вот моё понимание конца света. И ровно как его начало. Чисто физическое, знаете, такое мистическое-физическое. Всё, всё очень просто. Поэтому никакого, там, 2012 года ДТП ждать не надо. Просто вопрос в том, что чем больше людей будет находиться в состоянии такой... Это же неосознанность, на самом деле, ещё в неосознанной вот этой тупости. Ну, их будут просто потом постепенно подключать к Матрице через разные развлечения, увлечения и ДТП. Я абсолютно уверен, 20... 25-30 максимум лет фильм Матрица. Это будет просто абсолютно реальность. Половина населения загонят в какие-нибудь там, не знаю, там, а-ля резервации, там, по полкам их разложат, там, подключит их к этим... к датчикам. Будут они вырабатывать своё тепло с электричеством. И жить там в прекрасной иллюзии. Сейчас человеку тоже бы интереснее посидеть в телеке или ходить вот с этим... Дум-дум-дум-дум-дум-дум... От реальности отключившись, и всё. И нахера вообще в реальность-то выходить. При том, что такое количество населения, в общем-то, не нужно. Поэтому те, кто находится утешающиеся, те, кто себя и так уже не осознают живущими, ну и всё, для них конец света и наступает. Всё. Ровно потому, что они не резонируют, они себя не осознают. Люди осознавшие, люди, у которых открыты все уровни, все. Потому, что если мы говорим только о самой высокой, духовной, но не заземлено, тоже не работает. Спектр состоит из всех уровней. Из всех. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Из всех. Я ровно правильно так говорю. Все-все-все. Тогда никакого конца света для вас по определению быть не может. На тонком плане вы будете жить всегда. Ну, вы просто, вы есть, вы быть. Вот те, кто про бытие говорят, вот те про это и понимают. Те, кто говорят про имение, чтобы иметь. Квантово-мистическая картина мира от Сергея Змеева. Как это? Да будет свет! Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!